Привет! Сегодня я к вам с рецептом пирожков минутка. Почему минутка? Потому что готовится очень просто и самое главное не нужно замешивать тесто и ничего лепить. Как раз тот самый рецепт вручалочка, когда некогда готовить пирожки, а их очень-очень хочется. Самое долгое здесь это подготовить начинку. У меня сегодня капустная. Капусту нашинкуем 700 грамм. Луковицу порежем четверть кольцами. Морковь натрем на терке. Берем глубокую сковороду. Наливаем растительное масло, примерно 4 столовые ложки. Кладем сначала лук, обжариваем до полупрозрачности. Теперь добавляем морковь. Обжариваем еще пару минут все вместе. Добавляем капусту, перемешиваем, закрываем крышкой и жарим под крышкой на небольшом огне до уменьшения капусты в объеме. По времени занимает минут 7. Теперь, когда капуста уменьшилась в объеме, перемешиваем, добавляем соль и добавляем черный перец. Если хотите, чтобы начинка из капусты получилась, как из квашеной капусты, то добавьте щепотку лимонной кислоты. Все хорошенько перемешиваем, жарим до готовности капусты. Начинка готова. В миску вливаем 250 мл минеральной воды. Можно заменить молоко или воду. Добавляем соль 1 треть чайной ложки. Разбиваем 2 яйца. Перемешиваем венчиком. Добавляем стакан муки. По весу 150 г разрыхлителя 1 чайную ложку и крахмал 3 столовые ложки. Перемешиваем. Кляр должен получиться чуть гуще, чем на блины. Берем лаваш, кладем начинку, равномерно распределяем. И заворачиваем рулетиком. Разрезаем на порционные кусочки. Берем сковороду с утолщенным дном. Оно обеспечивает равномерный нагрев. У меня фирмы Талер. Утолщенное дно 4,8 мм. Наливаем растительное масло. Хорошо разогреваем. Опускаем в кляр заготовки. И кладем на сковороду. Жарим с двух сторон до золотистого цвета и готовности. Да, кстати, на эту сковороду сейчас в официальном интернет-магазине посуды Талер действует скидка 40% и не только на эту сковороду, а еще на другой выборочный ассортимент продукции. Рекомендую заглянуть. Ссылку для вашего удобства я оставлю в описании под видео. Забыла сказать, что у такой сковороды ручка съемная. Можно использовать ее как форму для духовки. Готовые пирожки с пылу с жару подаем к столу. Можно взять с собой в качестве перекуса. Начинку можно любую другую. Например, рис с рыбными консервами, картофельное пюре, грибное. Не забудьте оставить улыбающийся смайлик под видео, если вам понравился рецепт. Конечно же, жду с нетерпением ваши ваттачеты. Прислать их мне можно в мой телеграм-канал. Если еще не подписаны на мой телеграм, обязательно подпишите, чтобы быть в курсе о всех моих новых видео. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!